спасибо татьяна всем доброе утро или добрый день зависимости у кого какое время я сегодня представлю решение microstation и наша презентация пройдет в двух частях первая часть будет посвящена microstation как программе и для начала пару слов о себе и о компании софтком я довольно давно занимаюсь подобными решениями у меня большой опыт поддержки сопровождения и непосредственно принятие участия в проектах автодеском также я занимаюсь такими программными обеспечениями таких производителей как о план тримблский чап гексавон тимьювер звк и вот bentley systems в том числе что касается компании софтком то софтком это официальный партнер bentley systems целый список стран где софтком присутствует как официальный представитель есть это и перечисленные татьяной страны откуда вы сейчас и подключились к нам также есть еще другие страны но благодаря тому что мы буквально недавно запустили онлайн магазин по сути мы представляем bentley systems во всем мире уже на сегодняшний день вот ну и теперь ближе непосредственно к бенде компания были по производству программного обеспечения для инфраструктурных проектов компания довольно крупная известная и постоянно на совершенствуется модернизируется вкладывает инвестирует в развитие новых решений или приобретение каких-то интересных уже существующих решений проектов стартапов что касается продуктов то на сегодняшний день bentley покрывает почти что можно сказать все сферы жизнедеятельности человека различные здания сооружения коммуникации как внутренней так и внешней территории различные ветви промышленности горная промышленность нефтегазовая добыча как на земле под землей и и и водных различных бассейнах также дорожное строительство водоснабжение водоотведения задачи картографии и какие-то правительственные задачи тоже можно решать с помощью продуктов bentley с правой стороны на слайде вы видите список брендов но это не список программ под каждым брендом скрывается еще целый набор программ поэтому в целом у bentley очень много различных программных продуктов ну и теперь что касается непосредственно самого microstation это один из таких лидеров по сути решений для инфраструктурных проектов и для компании bentley это не визитная карточка по этому бренду часто производителя bentley и узнаю что касается microstation как программного обеспечения то здесь мы видим классическую систему сапр до программу для автоматизации проектных работ в которой сосредоточены инструменты как для 2d черчения так и для 3d моделирования казалось бы стандартный набор там для обычных чертилок и моделеров но здесь мы идем дальше здесь у нас есть автоматический выпуск чертежей параметрическое моделирование концептуально моделирование и также возможность визуализации если мы обратимся к интерфейсу и вообще инструментарий microstation то в принципе можем наблюдать что есть классический ленточный интерфейс также дополнительные окна со свойствами есть возможность работы в оконном режиме где мы каждом окне можем настраивать различные не только виды с точки зрения ракурса просмотра нашего проекта но и различные виды по стилю отображения это может может быть и твердотельная модель это может быть плоский план виде чертежа а также может быть визуализации и все это в один момент времени таким образом работая во всех этих окнах понимать наш проект и где-то избежать каких-то ненужных ошибок что касается в принципе работы с microstation также стоит отметить несмотря на то что мы начали повествование о том что это классический стопор это также является платформой которая поддерживает и технологию бим по дальнейшим каким-то моментам давайте пройдемся дальше что касается совместимости есть в принципе ряд таких основных ключевых преимуществ microstation а вот и один одно из этих преимуществ является как раз совместимость благодаря выбору именно microstation проще взаимодействовать с различными и заказчиками и подрядчиками поскольку здесь есть возможность использовать в работе очень большой набор различных данных 37 векторных форматов 83 растровых форматов 17 форматов облаков точек и все это в рамках одной программы без всяческих дополнительных приложений модулей надстроек и так далее принципе подобное разнообразие поддерживаемых форматов сложно отыскать на сегодняшний день поэтому microstation в этом плане занимает лидирующую позицию что касается производительности то учитывая то что microstation позиционируется как решение для инфраструктурных больших инфраструктурных проектов то естественно в этом программном обеспечении без проблем можно работать с проектами больших размеров поскольку речь идет о территориях о линейных каких-то протяженных объектов и так далее для вас не будет проблемой подключения внешних больших файлов то ли это будет подключение с помощью различных там ссылок то ли импорт большие файлы такие как облака точек там сетки реальности не будут проблемой для того чтобы поместить их в ваш проект ну и естественно благодаря тому что платформа работает с большими объемами данных вы без проблем можете использовать microstation как программу в которой вы соберете сборную модель комплексного проекта сюда же можно будет поместить и территорию и различные коммуникации транспортную инфраструктуру здания со всеми его элементами архитектурными конструкторскими и инженерными что касается возможностей по рованию и созданию документации микростейшн есть личных инструментов как там 2d 3d для параметризации и так далее вот но также хочется отметить что здесь есть возможность очень гибких настроек есть рабочие наборы есть возможность настраивать работу по ролям ну и в принципе там начиная от настройки интерфейса и заканчивая настройкой работы каких-то отдельных взятых функций вы можете очень тонко и гибко проработать ваш рабочий процесс в принципе мне это очень нравится поскольку поскольку можно практически не ограничивать себя в работе много есть возможностей для каких-то каких-то настроек ну если взять там пример то были моменты работы других программах когда есть возможность создать примеру какой-то там фасадный элемент навесной стены но нет возможности там разбить эту стену на секции разных или одинаковых размеров в микростейшне свойствах прописаны подобные возможности и здесь проблем никаких нету также здесь да как я говорил уже можно создавать и параметрические компоненты автоматизировать выпуск рабочей документации и что касается данных поскольку мы заговорили в том числе и про бим да про информационную модель то здесь мы извлекать данные из наших объектов и документировать их табличной форме поскольку тоже закладывается сюда какие-то данные кроме этого есть возможность использовать аннотации которые будут отслеживать ваш проект и при изменении проекта естественно аннотации будут тоже реагировать и изменяться ну и взаимодействие 2d 3d тут также присутствует это в принципе даже не обсуждается что касается визуализации проекта то здесь опять же не переключаясь куда-то в дополнительные среды можно создавать и анимации и реалистичные визуализации благодаря чему можно лучше понимать работу как процессе и так и при общении с конечным пользователем этого проекта вот ну и если у вас есть такой под рукой инструмент вы когда как раз работаете можете по ходу проекта не дожидаясь завершения его что-то просматривать и таким образом вносить коррективы ваш проект по поводу выпуска документации то как я уже упомянул да есть связь между двухмерными и трехмерными моделями при изменении каждую из них происходит взаимное изменение в другую также настроены автоматические публикации для нескольких видов для нескольких моделей что существенно ускоряет подготовку проектной документации ну и в принципе учитывая универсальность данного решения microstation подходит для всей команды и каждый участник команды может найти для себя какие-то существенные преимущества например руководитель проекта учитывая то что это универсальное программное обеспечение которое в себе и проектирование и динацию проекта для него это естественно большой плюс это экономия времени команды это улучшение сотрудничества между разделами потому что нет необходимости тратить время на какой-то импорт экспорт передачу данных все работают в единой программе и все работают в одном формате файла ну и также учитывая то что есть поддержка проработки различных вариантов проекта это также является плюсом для руководителя проекта что касается системного администратора или кат-менеджера то опять же единое приложение она сводит минимум администрирования сколько естественно это будет проще чем администрировать несколько разрозненных приложений тут же ему плюс идет и экономия времени на установку развертывание поддержку этого программного обеспечения и как результат дальнейшем еще соблюдение общих стандартов проекта ну и что касается повышение квалификации либо начального обучения то здесь также бентли постарались них есть поддержка для пользователей есть специальные учебные материалы которые помогают пользователям повышать на вот ну и что касается уже непосредственно исполнителей проектировщиков инженеров то работая в единой среде можно опять же быстрее создавать точные проекты причем не ограничивая себя по масштабу этих проектах не разбивая например крупные проекты на какие-то куски части потом их где-то сшивая соединяя здесь можно работать в одной программе ну и опять же для исполнителей важно что интеграция моделей из нескольких дисциплин происходит опять же в рамках единой программы что касается пользователей microstation то на сегодняшний день довольно много и довольно известные компании которые вы сейчас видите на экране это и различные не только проектные строительные компании различные производства и компании такие как даймлер рено бмв и так далее на этом мы кратко пробежались по microstation как на программе и переходим к этапу рассмотрения microstation как платформы для специализированных программ в этом плане bentley systems на мой взгляд имеет уверенные позиции поскольку построить целый набор целую линейку программных продуктов на базе единой платформы единого программного ядра использовать один формат файлов для всех это большой плюс сравнивая с другими решениями с которыми мне приходилось работать это существенное конечно преимущество в работе и так как это выглядит вот мы снизу вверх сейчас по этому слайду пойдем там до 2d черчения на танцы выпуск чертежной документации а также проектирование и моделирование это что касается microstation как программы отдельно взяты здесь мы пробежались вот но дальше на базе microstation выстраивается отдельные специализированные программы для различных проектирования различных объектов конструкции сооружений и так далее вот это и мосты и герплан и различные коммуникации как это происходит берется тот же самый интерфейс берется тот же самый формат файла просто добавляется ну и те же самые идут настройки программы могут быть применены те же самые стандарты все все аналогичное единственное что добавляются специализированные специфические какие-то инструменты для работы над соответствующим разделом таким образом если вы примеру изучаете microstation вы сразу знаете уже более 20 различных программ говорю более 20 потому что там дальше чуть пойдем в одном из решений там только в одном из решений будет 20 различных программ и так первое решение о котором хочется поговорить это контекст кэпчер здесь у нас не совсем классический случай работы на платформе микростейшн потому что контекст кэпчер это программа для создания цифровых копий существующих объектов по фотографиям облакам точек и результатом лазерного сканировать у нее есть отдельный свой интерфейс и это по сути такой можно сказать расчетный комплекс поскольку он методом своих внутренних расчетов и обработок из фотографий фотографии преобразуют в объемные модели но у контекст кэпчер в составе есть редактор который как раз работает на базе microstation поэтому мы сейчас говорим про контекст кэпчер в контексте решений на платформе microstation ну и небольшой такой спойлер следующий наш вебинар будет как раз посвящен более детально контекст кэпчер что хочется отметить еще по поводу этого решения что как и принципе все продукты bentley контекст кэпчер нацелен на работу естественно с любыми такими и небольшими объектами как можно здесь увидеть можно взять даже в принципе мобильный телефон отфотографировать какой-то отдельно взятый элемент оборудование и получить его модель но при этом контекст кэпчер не ограничен объемом проекта и их размерами если вам угодно можете хоть всю планету нашу отфотографировать и получить потом модель поскольку у контекст кэпчер есть как доступная версия так и есть облачный центр вычислений а также можно создать некую рендер фирму для вычисления очень больших объемов и по количеству обрабатываемых фотографий за один раз контекст кэпчер ограничений также не имеет идем дальше следующее решение это open buildings решение для создания зданий и сооружений здесь мы можем создавать архитектуру конструкции внутренней инженерной коммуникации проводить визуализацию осуществлять анализ нашего здания а также осуществлять координацию вышеперечисленных разделов архитектурного конструкторского инженерного координацию на предмет каких-то коллизий ошибок пересечений все это опять же внутри нашего решения что касается еще одного интересного функционала это генеративный дизайн с помощью которого можно во первых автоматизировать очень очень сильно автоматизировать работу по созданию какой-то геометрии во вторых можно создавать геометрию очень таких необычных причудливых форм и это возможно благодаря так называемому визуальному программированию что касается решение это решение open bridge решение для проектирования мостов здесь собраны возможности по созданию непосредственно модели моста подготовки рабочей документации визуализации и проведению анализа несущей способности мостовых конструкций кроме этого данном решении учитывая опять же то что это все же microstation мы можем подключать информацию сделанную в других решениях и стыковать наши мостовые конструкции например с дорогами с территориями и другими инфраструктурными объектами и плавно переходим к следующему решению это решение автомобильных дорог и оно довольно обширное несмотря на то что из названия видно что решение для дорог здесь мы можем работать не только по созданию автомобильных дорог но также и по созданию внешних сетей работы с геодезическими задачами геологии генпланом и гидротехникой есть здесь несколько отдельно взятых программ которые нацелены либо на концептуальную проработку это open road concept station или же на детальный проект где мы уже можем выстраивать не только не только концепцию но и прорабатывать и считать объемы земляных масс и так далее и есть еще одно решение которое нацелено на создание дорожных знаков следующее решение называется open rail и она нацелена на создание железнодорожной инфраструктуры перед этим у нас были дороги но железные дороги несколько отличаются поскольку имеют ну прежде всего специфическое верхнее строение рельсы шпалы также есть особенности непосредственно в требованиях к проектированию железных дорог те же самые понятия вертикальных кривых переходных кривых так далее здесь у нас аналогично имеется несколько отдельно взятых программ одна из программ это для концептуального дизайна также есть программа для детальной проработки где мы производим уже рабочий проект осуществляем расчеты том числе и таких там задач как укороченные рельсы и так далее и есть решение для проектирования электрификации отдельная программа следующее решение это open сайт решение для разработки площадок и земельных участков здесь данное решение в принципе частично похоже на оборот а ну более узко специализировано и нацелено как раз на работу с площадками для того чтобы представить нашим потенциальным заказчиком или где-то выступить на тендере здесь можно прорабатывать подробные концепции и прикидывать предварительные бюджеты оценивать какие-то риски и в том числе детально углубляться в разработку этих земельных участков в том числе и до дренажа естественно благодаря тому что опять же данное решение работает на платформе microstation мы без труда можем подключать сюда какие-то либо облака точек либо сетки реальности и полученные например из того же контекст кэпчи ну и одним из моментов этой программы этого решения является оптимизация земляных работ следующая следующий набор решений я здесь специально добавил весь перечень этих решений чтобы было наглядно понятно как я говорил ранее под одним брендом у bentley скрывается целый список программ так вот этот набор решений называется open flows и данные решения направлены на гидравлические и гидрологические задачи я отмечу несколько из них это water james и sever james подобные решения эти эти две программы нацелены на они участвуют создание цифровых двойников водоснабжения и водоотведения причем в масштабах целых городов также здесь есть решение по предотвращению наводнений решения для моделирования водоотведения масштабах больших территорий и создания искусственных водоемов помощью набора этих решений можно осуществлять генеральное планирование капитальное планирование мониторинг и прогнозирование в режиме реального времени и также реагировать на чрезвычайные ситуации продолжать наш решение на базе microstation я его поставил сразу за опыт потому что в связке с решениями о которых я ранее говорил water james и sever james open cities map как раз дает нам возможность создавать цифровой двойник систем водоснабжения водоотведения как это происходит water james и sever james работают над созданием непосредственно модели трубопроводов и там колодцев и точек распределения и так далее а open cities map является тем ресурсом куда эта информация помещается и привязывается к местности таким образом open cities maps у нас является решением возможностями мы здесь можем объединять данные из различных источников данные различных форматов можем создавать по сути информацию как для внутреннего пользования так и для внешних пользователей хорошее решение для различных задач smart city а также здесь можно осуществлять различные задачи по планированию ну и такие локальные задачи как анализ инсоляции в рамках городов анализ загрязнений шума и прочие городские задачи опен комс решение для проектирования коммуникационных сетей с помощью данного решения можно но и осуществлять строительство и дальнейшее обслуживание данных решений здесь мы опять же сталкиваемся с тем что получаем единую систему где будут собраны все наши коммуникации все наши сети и неважно какие то будут сети либо там коаксиальные оптиковолоконные hfc сети все это можно реализовать в наборе данных решений тоже немножко смежная тема связанная с коммуникациями решение open towers решение для проектирования телекоммуникационных вышек что тоже на сегодняшний день у нас по сути является фундаментальным вопросом современной жизнедеятельности здесь у нас есть множество различных возможностей для решения этих задач работа с различными библиотеками проектирование различных соединений и узлов анализ внешней нагрузки импорт моделей из других приложений также проработка приборных панелей и оборудование вышек поэтому довольно функциональный и полезный инструмент для выполнения этой задачи open utilities решение для электросетей здесь конечно я набросал много текста и это как раз тот набор решений о которых я говорил внизу добавил специально слайд скриншотик ровно 20 программ содержатся именно только в одном здесь мы можем опять же создавать цифровой двойник электросетей и также с последующим управлением этим цифровым двойником планирования и проектирования инженерных сетей и осуществлять поддержку и какие-то технические техническое обслуживание данных сетей и после всех перечисленных решений мы переходим тоже к такому большому и глобальному набору решений это open план решение для проектирования здесь мы можем осуществлять как моделирование так и создание рабочей документации это все стандартно по сути для всех решений на базе microstation кроме этого здесь мы можем осуществлять анализ и работать над технологическими схемами технологических трубопроводов оборудования кабельных сетей которые необходимы для осуществления жизнедеятельности заводов на этом перечне решений работающих на базе microstation у нас завершается и хотелось бы подвести некий итог в чем же преимущество выбора решений на базе microstation ну вот во первых это программы не просто какого-то неизвестного производителя а программы от именитого бренда лидера отрасли также стоит отметить что на базе microstation мы получаем решение для всех разделов и решение для полного жизненного цикла объекта совместная работа над проектом всех разделов в режиме работы одного файла работаем просто в одном файле диджея не переносим ни в какие другие форматы также стоит отметить возможность работы с большими объемами данных как я также отмечал бемпли осуществляют поддержку и обучение ну и в плане лицензирования программного обеспечения здесь есть как годовые так и бессрочные лицеи на этом наше правление завершается и чтобы я хотел еще отметить ну прежде всего там да если у вас сейчас не будет каких-то вопросов или какие-то вопросы мы не сможем решить либо они появятся позже вот перед вами есть наш контакт нашей группы которая занимается bentley это bentley soft.com также есть контакт онлайн магазина где можно очень быстро приобрести лицензионное программное обеспечение bentley что касается лицензионных решений то здесь данный онлайн магазин является более скажем так более выгодным решением и нацеленным на отдельных каких-то исполнителей можно сказать физических лиц или же небольшие компании компании которые либо только начинают проектную деятельность либо пока что по каким-то причинам просто не могут позволить себе стандартную стоимость в рамках магазина стоимость будет дешевле чем обычно что касается перечня представленных решений то сегодняшняя встреча являю являлась как бы списком таким содержанием можно сказать нашим будущим встречам и как я уже объявил следующий вебинар будет посвящен context capture и от вас мы бы хотели услышать вот по информации полученной сегодня какие еще решения вы хотели бы услышать более детально вот мы запланировали context capture будет может быть дальше либо open buildings либо может быть еще какие-то решения вот и таким образом мы хотели бы пройтись по разным этим направлениям и более детально рассмотреть каждый из них ну пожалуй у меня все можем приступить к вопросам ответом спасибо дмитриевич за вводную такую хорошую по решениям бентли systems хочу также принести извинения немножко были проблемы со звуком тянула но это технически это не зависит от нас поэтому если были какие-то момента приносим извинения и сейчас я хочу озвучить первый вопрос который у нас поступил от участников он поступил во время твоей презентации дмитрий и там есть такой вопрос какие типы файлов система принимает как исходные данные я так понимаю это было в разделе совместимость там набор данных форматов и так далее наверное интеграции с другими бим решениями вот вот такой вопрос поступил от участника какие типы файлов система принимает как исходные данные ну мне бы хотелось немножко уточнить этот вопрос ну если в принципе хотелось бы ознакомиться со всем списком поддерживаемых форматов файлов мы вам сможем их прислать на на email ну так на вскидку можно использовать тот же самый dvg файл можно использовать а и все естественно как опыт бимовский файл если брать решение для здания сооружений а ну в принципе там без проблем добавляется данные данные из скетчапа если брать ревит то ревитовские семейства формате rf rfa они тоже вставляются в микростейшн причем сохраняется сохраняются все свойства и они доступны для работы все эти свойства которые и параметры в которых были заложены времени при создании таким образом работая с решениями на базе микростейшн вы можете использовать ревитовские семейства ну не знаю ответил ли если нужен полный список туда мы без проблем подготовим вышли видно экран да да видно экран и я так понимаю там есть много языков да то есть можно показать во первых да если вы перейдете возможно у вас будет какой-то другой язык вы можете выбрать удобный для вас здесь у нас представлены украинский болгарский румынский немецкий английский русский вот вы можете перейти к списку продуктов и вот на примере микростейшн если что касается магазина то магазине приобретаются только годовые подписки если необходимы бессрочные лицензии они есть не для всех ну практически для всех продуктов то мы нажимаем купить бессрочные лицензии попадаем в заполнение форма вы свяжитесь с нами и дальше мы продолжим обсуждение что касается покупки годовой подписки то нажимая на купить подписку вы попадаете уже на процессинговый ресурс bentley нажимаете эту карт добавить в корзину продукт так у меня тут был еще ранее один я уберу сейчас дальше нажимаете просить то чекаут и попадаете форму заполнения ваших данных указываете электронный адрес имя физический адрес и после этого вас перенесет на страничку где вы будете вводить данные банковской карты вот такая нехитрая процедура заказа удобно чем тем что во первых вы получаете скажем так очень быстрый доступ к покупке в отличие от классического вам не нужно будет там подписывать какие-то документы договора вот и как я уже сказал здесь данный ресурс рассчитан на частных пользователей либо небольшие компании либо компании которые не могут себе позволить покупку с лицензии по стандартной стоимости вы здесь получите в этом плане выгоду в цене дмитрий а можно выбирать валюту в которой там я хочу оплатить что касается то здесь до недавнего времени было так что в какой стране мы находимся эту валюту нам и показывать но сейчас возможно здесь с курсовыми колебаниями систему перевели в доллары насколько я мог это наблюдать последние дни понятно и вернись обратно на главную страничку вот тоже как бы показать что если вот даже вот после нашей сегодняшней встречи захочется еще раз как бы вспомнить какие же продукты есть в bentley тут у нас тут кратенько представлены ключевые продукты и описание буквально там несколько предложений да чтобы вы понимали разобраться ему относится и и и реализованные там еще есть проект проекты можно тоже посмотреть так это мы сейчас посмотрели онлайн магазин решений bentley systems от софтпром и у нас появился один вопрос от аллы алла пишет следующее продолжение вопроса о технической поддержке возможно необходимо к программному продукту добавить и перечень необходимого компьютерного обеспечения вы имеете ввиду что вам предоставить и кроме информации по форматам данных и предоставить еще информацию о системных требованиях компьютер да то есть еще еще добавить вот эту информацию и предоставить вам вместе с презентацией материалами нашей встречи ну я думаю по системным требованиям мы поступим таким образом в рассылку всем участникам мы добавим информацию системных требований для microstation и вы будете для себя понимать что это системные требования так сказать от которых нужно будет отталкиваться вот это не максимальные будут но как бы необходимые минимум который будет нужен для работы